В воскресенье завершился последний тур первого круга первой польской лиги по спидвей. Гонки, которые провели наши соперники, определили попадание локомотива в плей-офф. И пускай один из лидеров проиграл на выезде Островии, бонус хозяева трека забрать не смогли. Таким образом, островская команда оказалась на шестом месте, а наша дружина по итогам заняла четвертое место. Внимание долгов пилских болельщиков как раз и приковало к себе гонка ГКМ в Острове. Первую серию гости проиграли, затем стали навязывать борьбу, а в итоге судьбу бонуса решали финальные заезды. Оба завершились ничейным результатом 3-3. Общий счет этой гонки 49-41 в пользу Острова, но бонус забрали себе гости из Грудинса. У ГКМ лучший результат показал Томаш Хжановский, один из очков, который заменил травмированного Криса Харриса. 10 набрал Скотт Николс. У Острова лидерами встречи были Давид Руд, Никлас Порсинг и Михаил Щипаник. Все трое набрали по 10 очков. Таким образом, две команды Калиеш и Острове, заняв седьмое и шестое места, покидают первую польскую лигу. Орлу и Злодзе хоть и удалось набрать равное с локомотивом количество очков, но все же бонус в двух встречах достался нашей дружине. Соответственно, мы оказались на четвертом месте, а Орлы только на пятом. Лидером стал Гданьск. На второй позиции оказался Грудинс, на третий – Люблин. Задача минимум выполнена. Сейчас будем бороться за призовое место. Конечно, расклад не очень в нашу пользу по очкам. На два очка мы отстаем от Люблина, но поборемся. Экономить не будем. Будем ехать сильнейшим составом, будем бороться в каждой гонке. Так что ждем болельщиков на домашних гонках и также будем стараться ехать на выезде, что у нас уже иногда получается. Ну, в принципе, все мы прекрасно знаем, что Люблинский трек, он отличается существенно от нашего. И особенно, когда организаторы заливают все водой. На сей раз в Люблин будем брать как-то комиссары? Уже ситуация в Люблине другая. Люблин тренируется на гладком треке. Уже на каждую гонку им возили комиссара. Они тренировались на тяжелом треке, а на гонку была гладкая дорожка. Сейчас они тоже поменяли ситуацию и тренируются на гладкой дорожке. И гладкая дорожка не тяжелая. Ничего страшного там тоже нет. Пока никаких изменений в составе не планируется. Не так легко в середине сезона найти хорошего гонщика, которым можно было бы усилить команду. Но экономить руководство не планируют. На все гонки будет выставляться сильнейший состав. Правда, попадание в первую четверку хоть и радостное событие, но это ударит по кошельку глубо. Что делать? Не сдаваться же, не экономить дальше, а ехать надо за призовые места. Как выкручиваться будете? Наш давний спонсор ЛДЗ обещал нам помочь и помогает. Ну и надеемся на новую думу. Гонки плей-офф для «Локомотива» начнутся 18 августа. Команду ждет выездная встреча с Вебжежей из Гданьска. Затем 25 августа и 1 сентября болельщики «Далгов» пилской дружины приглашаются на городской стадион. И не забывайте, что 17 августа у нас пройдет латвийский этап гран-при.